В эфире программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает главный редактор газеты «Вятский наблюдатель» Юлия Шевцова. Добрый день. Добрый день. Ну, надо сказать, что не только главный редактор газеты «Вятский наблюдатель», но еще и специальный корреспондент «Тартас». Правильно? Да, да. И как специальный корреспондент «Тартас», Юля, я не знаю, может быть, ты… Я внештатник. Да, внештатный. Может быть, ты, конечно, и в качестве просто журналиста «Вятского наблюдателя» сидела бы всю ночь в избиркоме. Ну, как представитель «Тартас» ты обязана была это делать. Да, это да. Юля сегодня не спала, она была в избиркоме, и такое ощущение, что вообще не ложилось, хотя выглядит прекрасно. И поэтому, естественно, нам хочется услышать, как происходило голосование, какие поступали в избирком, а может быть, жалобы в течение этой ночи, были ли они вообще. Расскажи вообще, как сама вот атмосфера была, ты, тем более, не первые выборы проходишь, и тебе есть чем сравнить. Я дежурила, скажем так, каждые два часа избирком нам давал какую-то новую информацию, начиная с 10 часов, когда уже были первые голоса поданы на избирательных участках, нам уже начала предоставляться информация, сколько, как люди идут голосовать, какая явка. Ну, честно говоря, явка была какая-то низковатая, пугающе низковатая изначально, и даже председатель обл. избиркома Владимир Маторин посетовал на то, что дождливая погода, и неужели дождь распугал всех наших избирателей. Но потом постепенно, вот к обеду уже как-то стало поживее-поживее, вот к 6 часам там уже, насколько я помню, 30%, поэтому это была такая средняя погода по всей России. То есть Кировская область была и не впереди, и не среди отстающих, мы в середнячках по голосованию. Сразу было видно, что очень плохо голосуют города, районы вели себя более активно, там сразу выбился в первой половине дня, зато Первомайский, но это было понятно, военная бригада пришла голосовать первой. Вот. Затем Уницкий район уже к обеду выбился, в передовики там Санчевский, Богородский, то есть они были вот в такие, в тройке. Киров был в самом низу, то есть в Кирове явка была очень низкая, горожане очень плохо голосовали, и Света честно успела заехать в торговый центр. Да. В торговом центре было много. Полно народу. Вот где нужно делать, на самом деле, да, пункт голоса. Избиркома, да. Избиркома, конечно. Естественно, мы сразу же смотрели, какие нарушения на выборах и какие поступают жалобы. Очень весело сегодня отчитался Владимир Моторин, ну так немножко посмешило. Значит, в избирком целый день поступали звонки, там просто разрывалась горячая линия, и люди в основном жаловались на то, что они не понимают, куда надо идти голосовать. У нас был такой звонок сейчас в дневном развороте, позвонила нам Анима Владимировна и сказала, что она по чистым прудам носилась, приехала сюда еще и не могла понять, где голосовать. И не одна такая была. Где-то специально на каком-то участке, на каком-то доме, на каком-то подъезде специально повесили не тот адрес. Дестабилизировали людей, они пошли совсем в другое место, пришли там, нет никакого, естественно, избирательного участка, они развернулись и ушли домой. Вот было такое случаю. Кто-то был заинтересован, следовательно, в низкой явке избирателей. Да, да, видимо. А кто это мог быть заинтересован в низкой явке? Сложно понять. Кто не выставил там сильного кандидата, но сложно понять. Вот, ну, еще была такая интересная вот деталь, как раз вот веселая, что где-то уже к вечеру поступил в избирком звонок о том, что человек купил водку несоответствующего качества, она разбавлена. В избирком позвонила. Есть горячие линии, нужно позвонить, как всегда. А еще где-то после полуночи был звонок такой, тихий такой, алло, вы там спите? Нет? Ну как вы вообще держитесь? Вот так вот. То есть вам там скучать-то не приходилось? Не приходилось. А серьезные звонки какие-то? Вот те самые там вбросы, карусели и прочее? Ну, я, конечно же, отслеживала и на сайтах, и была на связи с партийными представителями, которые нам сразу же вот где-то в обед это началось по многим избирательным участкам, причем как в Кирове, так и в районах. Нарушения, на которые жаловались, это то, что стояли представители в садоводах. Да, ромашки, представители, да, в ромашках. Да, так их обозвали. Вот. Жалобы подали сразу, то есть я и как представитель ТАСС, естественно, сразу начала докапываться. У нас очень строгие требования к новостям. Нам обязательно нужен достоверный источник. И вот в этом случае там три партии, они были там, ну, просто многие подают жалобы. Надо было, чтобы жалобу принял избирком. И нам выдали специальные карточки, ну так, отвлекусь чуть-чуть, карточки для входа в правительство. В сотом кабинете, в который не нужно никакие карточки подавать, был организован центр, как бы, пресс-подход, да, куда периодически, слава богу, спускался Владимир Наторин, потому что он, как оказывается, не обязан был это делать. Нам просто на мониторе высвечивали данные. И вот мне надо получить комментарий, а весь избирком занят. До них не дозвониться, там сотовые очень сложно, они друг на друга валят. И вот в течение часа я добивалась информации примерно. Там уже несчастный охранник готов был мне помочь. Сам дать комментарий по этому поводу. Да, да. Вот. Собственно, что по судоводам? Как оказалось, они участвуют в опросе. Это все законно, потому что они заранее подали заявку о том, что они будут участвовать в экземполе, они будут собирать данные, кто как проголосовал. Естественно, после голосования огласят эти данные. То есть это не являлось нарушением, как сказал Владимир Наторин. Они проверили все, выехали на место, посмотрели. Подкупа избирателей они там не увидели. И поскольку человек в ромашке находился не на избирательном участке, а где-то за пределами, это не являлось нарушением. То есть мы теперь от ромашек ждем результатов экземпола, да? Чтобы сравнить с реальными. Да, да, да. Но нельзя упустить, я считаю, эту информацию. Конечно, конечно. В такой случае. Мы запросим у садоводов России. Да, а вот фактов, все-таки нам сегодня в дневном развороте озвучивали, что выдавались там около избирательных участков этими самыми ромашками карточки садоводов. Эти факты были подтверждены? Нет, ну то есть члены избиркома и полиция, которая выехала на место, во время проверки этих фактов не зафиксировала, а значит нарушения не было. Ромашки это прекрасно, мне кажется, запомнятся эти выборы действительно и только этим или еще какие-то были. Знаешь, вот договорила о ромашках, мне вчера мы с ребятами, там нас было полтора человека в избиркоме бессонных, вот. Мы так обсуждали это. Ты сейчас вот что сказала, что мало кто вообще в этот раз интересовался тем, как будет происходить? Да, да, да. Если, допустим, на президентских выборах, естественно, такой пул журналистов сидит в этом центре, где постоянно даются новые данные, то здесь нас просто полтора человека. Вот. Ну, избирком там периодически выкладывал на сайт, поэтому кто-то пользуется данными сайта, но они выкладывали их гораздо позже, чем нежели мы получали. Вот. Ну и, собственно, мы с ребятами начали обсуждать. Вроде как, ты знаешь, я сейчас ходила голосовать, говорит мне журналист, говорит, стоят вот эти бабушки в ромашках, говорит, холодно, нос синий. Она, говорит, вся промокла, под зонтом там, ну все равно, она вся такая окочурившаяся бабушка. И у меня, говорит, такое спорное отношение к садоводам сразу. Ну, бедные бабушки. Садоводы стойкие люди. Что значит он говорит? Да, конечно. Ну, на самом деле, надо, наверное, поздравить господина Валенчука, который возглавляет союз садоводов. И который прошел у нас. И который прошел у нас в Государственную Думу. Что, что у него такая стойкая армия. Да, окончательных данных пока нет, но по тем данным процентовки, которые мы сейчас имеем, там, сейчас посмотрим, сколько у нас, Олег Дорианович у нас набрал уже 44 процента. Это были данные на сегодня на утро. Ну, все же, он уже там. Да, да, да. Он уже там, так же, как... Рахим Азизбоевич. Да, да, он тоже, Азизбоевич, в Государственной Думе. Мы теперь ждем только третьего человека в Госдуме. И, кстати, судя по тому, что говорил сегодня в эфире Сергей Доронин, да, депутат Госдумы 6-го созыва от «Справедливой России», у меня показалось, что он не теряет надежды пройти в Госдуму. Надеется, наверное, да. Да, поскольку мандат «Справедливая Россия» уходит, вот единственное, кто пойдет из Унбуртского списка, или вот Сергей Доронин, который возглавляет. Как договорятся. Как договорятся, а так и было озвучено на самом деле. Ну, вот такая история. Ну, «Справедливая Россия» очень слабо, слабо в этом году представила. Во-первых, была слабая, я считаю, избирательная кампания, было мало кандидатов показано. То есть мы видели все плакаты «Сергей Доронин – настоящий мужчина», но вот с моей оценки, все равно надо делать ставку на команду, все равно надо показывать какой-то командный дух. Подожди, а как же прекрасная кампания ЛДПР, которая фантастические просто проценты в Кировской области показала. Там вообще местных не было, там одно лицо на всю страну. Ну, здесь опять совсем обратный эффект. Жириновский, он гремит по всем экранам, он такой рупор. Так, естественно, есть та часть, которая идет именно за лидером ЛДПР Жириновским. И если вы, Света, ты знаешь, я вообще обзавидовалась ЛДПР, потому что я бы мечтала, чтобы полкирова ходила в футболках «Вятский наблюдатель». Я уже просто взяла себе на заметку, что надо, пожалуй, тиражировать точно такие же методы, потому что люди ходят, пол дачника, половина ходит в этих бейсболках ЛДПР. Это правда, даже у моего папы до дачи такая футболка лежит. Это просто ходячая реклама. Уже много-много лет, кстати говоря. То есть они не прекращают методично освещать наши гардеробы с цифрой рекламной продукции. А я была перед выборами у них в ЛДПР, здесь, в Кировском региональном отделении. Там же просто все было завалено этими футболками, кружками и бейсболками. То есть вот рекламная продукция «Прюс Владимир Жириновский». Это рецепт его заявления, конечно. Сейчас мы прервемся на одну минутку, после чего вернемся. Напоминаю, что это особое мнение Юлии Шевцовой, главной редактора газеты «Вятский наблюдатель». Это действительно программа «Особое мнение». И у микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает Юлия Шевцова, которая не спала всю ночь, но выглядит прекрасно. И вы сможете в этом убедиться, если захотите посмотреть повтор нашей программы на сайте хакерова.ру. Сегодня уже часов после четырех. Ах, Света, как рекламу ты используешь. Конечно, конечно. Не без этого. Ну что, то есть в целом, исходя из того, что ты рассказала, у нас выборы вчера прошли спокойно и практически без сучка и задоринки. Или задоринки. Были жалобы, ну такие, скажем, ну, не знаю, как для меня, как для журналиста, наверное, они не настолько глобальные и существенные, нежели там. Допустим, 2012 год у нас ознаменовался таким креативным ходом, когда у нас было знаменитые были пятисоточники, когда была такая вот оплата наблюдателей за их работу по 500 рублей перед тем, как они заходили на избирательные участки. Вот это было очень креативно. Это прям и не подкопаться. Смело прямо скажем. И юридически не подкопаться. То есть это было настолько... В этом году таких креативных шагов никто не предпринял, кроме Дмитрия Медведева, который выдал по 5000 всем бабушкам. Подожди, а разве не в начале следующего года? Ну, в смысле, он же уже... То есть всё, они решили этот вопрос? То есть сейчас у нас бабушки пятитысячницы. Да, так в кавычках. Сначала так, сразу одним махом, на всю страну. Да, да, да. Вот. Ну, а в масштабах Кирова таких вот ярких, таких креативных ходов никем не было тут принято. Единственное, что нам, конечно, еще в течение вчерашнего дня поступали жалобы, что где-то завозят большое количество людей с открепительными заявлениями, это был радужный, и что людей привозят с бюллетенями, прям целыми тоже автобусами. Это на предприятие. Либо где-то давление идет от руководства предприятия. Вы же даже писали на наблюдателей, вы писали до еще дня голосования, то, что там поступают звонки из Слободского, насколько я помню, что прессуют просто бюджетников и заставляя самим приходить и правильно голосовать, еще приводить с собой чуть не по 20 человек в списке, и не один такой звонок, насколько я понимаю, был. Да, причем был звонок уже и после того, мы же написали об этом в газете, ну, чтобы а-та-та, как бы мы видим, что вы нарушаете, не нарушаете, был звонок еще после того, как газета вышла из Слободского, и люди подтверждали, вот вы написали, вы знаете, ведь это правда, вот нас вот да, вот так, ну, никаких мер, к сожалению, по факту мы не увидели, что было. Незаметно прошла ваша информация, ни для кого. К сожалению. Вот и результат мы получили соответствующий. Ну, видимо, тут надо прям жалобу-жалобу писать, потому что, судя... А люди не решаются это делать. Да, 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 надо идти в избирком, надо писать жалобу. Вчера вот у меня, моя сотрудница, она работает юристкой в ЛДПР, и она прям атаковала, звонила мне уже где-то в 10 вечера и говорит, мы приехали тут своей, как бы, командой, приехали подавать жалобу со своего участка, и нас ведь прям полиция чуть ли принимать не хочет. И меня спрашивают, да вы вообще кто? Она говорит, да я вообще из Вятского наблюдателя, и у нас вот руководитель у вас в общественном совете ОМВД, и говорит, со мной стали разговаривать за все, что там было. Это полетный общественный совет, на позицию ОМВД. Да, да, вот и с... Ну, я не знаю, как у них там жалоба все-таки была принята, не принята, но на самом деле полиция тоже... Очень тяжело вчера было достать информацию, там, Сергей Павлович Баранцев был на связи, но вот, к сожалению, тоже говорил, я сейчас не могу ничего сообщить, ну, то есть такие стандартные фразы вот, поэтому спокойно, все прошло спокойно. Ну, кстати, говоря, лидер, лидер Кировского регионального отделения ЛДПР Владимир Костин был с нами сегодня на связи, он сказал, что жалобы они пока проверяют внутри, пока еще ничего не собирались подавать и не подают, то есть, что неизвестно. Ну, вот они брали штурм, он вчера какой-то отдел полиции, видимо... Видимо, все поняли после этого. Но ты мне рассказывала до эфира о том, что все-таки креативщики в России-то нашлись, и пару примеров приводила, озвучив, пожалуйста. А, Махачкала, это... Ну, да, были, так сказать, неординарные случаи, при голосовании, у меня здесь даже хочется сделать кавказский акцент, Махачкалит, два брутальных мужчины поссорились прямо в избирательном участке. Вот интересно, причины эфсоры там я озвучилась. К сожалению, нет, на ТАСС все очень пишется у нас сжато, вот я в ленте наши увидела, это где-то было уже, наверное, ближе к вечеру, то есть, могу соврать. В общем, они подрались, разбили урну, из-за чего сорвали все результаты на этом избирательном участке. То есть, знаете, сколько версий сразу возникает. С некоторым становилось плохо прямо в избирательном участке. Вот в Питере, к сожалению, были даже случаи летального исхода. Пришла женщина голосовать и тут же вот скончалась, к сожалению. Вот такие даже случаи. Ну, это какие-то такие совпадения жизненные, видимо. Да, видимо, да, 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 там рефаркт у нее случился. Это особое мнение Юлии Шевцовой. Мы продолжаем. Вот если мы видим довольно ровную такую картинку по прошедшему голосованию, то предвыборная кампания кое-где все-таки упирала острыми краями, да. Особенно досталось у нас Сергею Доронину, вот уж в офисе каких только СМИ не написали про него. Я даже, обсуждая с коллегами, тоже говорю, ну надо же. Наверное, будут знать только Доронина после всего этого, потому что мало о каком другом кандидате вообще столько писали. Ну да, да. Ну, Доронин все-таки остается сильным кандидатом, остается сильным оппонентом. Я думаю, ему еще припоминают его борьбу против Владимира Быкова, когда... Мы тогда, кстати, очень хорошо сотрудничали со справедливой России, это были времена еще Баченина. И они договорились о том, что они будут печатать... Такие подчиненные бывшие главные, так? Да, да, да. Договорились о том, что там будет проводиться опрос жителей города на страницах наблюдателя. В общем, была такая мощная кампания. И Доронин реально опережал Владимира Быкова и мог пройти в Гордуму и возглавить город, стать миром. Ну, ему не хватило совсем-совсем маленького процента голосов. И вот с тех пор он идет только в Госдуму. Ну, подожди. Паровоз она используется в этом году. Вообще она используется во многих регионах. Мы тоже по ТАССу смотрим. И там в основном паровозами идут сильные губернаторы, которые, конечно же, будут отказываться от своих мандатов и предоставлять их кому-то. Но вряд ли Владимир Васильевич откажется. Здесь вот какая-то прям интрига. Что же будет? Куда? Куда денется мы? Денется, не денется? Во-первых, Владимир Васильевич, очевидно, никуда не денется. Судя по прямой линии с Рио, когда он сказал Васильеву, что в следующей весной он будет стоять рядом с ним, проверяя дороги. Вот в качестве кого это действительно интрига. Вот уж сумел Владимир Васильевичу это действительно удивить. Ну что, и Доронину могли припомнить эту историю. И, в принципе, как ты говоришь, сильный кандидат. Кому еще досталось в это время? Вот обвиняют звонившие сегодня слушатели, прям действительно оппозиционные партии, даже парламентские, в том, что они друг другу, собственно говоря, палки в колеса наставляли и получили такой маленький весь в итоге процент. Ну, кстати, да, «Справедливая Россия» очень-очень плохо отработала эти выборы в Кировской области. И даже ЛДПР их опередило, хотя всегда было наоборот. И в итоге они получат очень маленький процент ступи, кресел. Да, кстати, вот мы тут даже попытались подсчитать с Юлей, да, перед программой, сколько у нас будет кресел в законодательном собрании. Да, мы прикинули, 6-7 это будет ЛДПР, скорее всего, 5 это СР, 4 примерно КПРФ, все остальное сядет «Единая Россия» и 2 у нас кресла будет под ОНФ, Сергеев и Титов. Да, Сергеев и Титов, то есть 39 мест, порядка 40 мест у «Единой России». Остальные 14 у других товарищей. Слабовато, слабовато, СР и ОДПР. Ну, кстати, есть вариант, что в связи с таким раскладом законодательное собрание будет работать эффективнее, поскольку глава региона «Единая Россия» и законодательное собрание «Единая Россия». А мы знаем, что в «Единой России» есть очень жесткая, четкая и понятная партийная дисциплина. Вопросы будут решаться быстрее. Ну, в свете последних событий, в свете смены губернатора, в свете того, что у нас пришел не беспартийный губернатор, возможно, это придет и на благо, потому что здесь губернатор, который не только от «Единой России», но который из команды лично Владимира Владимировича, который когда-то служил с ним, который является тоже работником госбезопасности бывшим, поэтому там, наверное, вообще бывших не бывает. Я тебе больше скажу, и бывших членов общественного совета прием будет. Все, я уже ангажирована. Ну, поэтому, собственно говоря, да, может быть и на пользу. Кстати, о булочках. Да, между прочим, кто так? Между прочим, была, да, веселая очень история. Все-таки вспомнила еще одну историю. Была веселая история еще перед выборами. Значит, Павел Дорофеев накормил булочками бабушек. Да, из-за этого чуть тоже не слетел с выборов, потому что, ну как, по мнению «Единой России», он накормил бабушек незаконно. Значит, в суде Павел Дорофеев все-таки отстоял свою позицию, что булочки были законны. Ну, значит, у «Единой России» есть своя версия, о которой мы тоже будем писать в этом номере. Там очень интересно. Значит, во-первых, где проходило чаепитие? Это был избирательный участок. Не случайно. Во-вторых, как бабушки приглашались? Павел идет совсем... Я вообще к Павлу хорошо отношусь на такие... Да, ну Паша хороший человек, да. Вообще молодец. Такими методами надо вот это... Это прям с хитрецой. Как говорится, хочешь мира, готовься к войне. Вот он был подготовлен на все сто процентов. Он, значит, был... Он был депутатом, ну, совсем по другому округу гордумы. И он развесил в этом округе объявление. Там же нельзя бабушек-то так просто зазвать на чаепитие. Он развесил объявление, что он отчитается об итогах работы. Интересно им, неинтересно отчитать. И там, значит, чаепитие. Павел доказывал в суде, что пирожки пекла его супруга. Хотя на самом деле мы знаем, что он владелец бизнеса, где в том числе булочки изготавливаются. Столовая. Столовая, да. Где как раз эти пирожки могли изготовиться. Он сказал на суде, что... Причем бабушки, кстати, изначально испугались. И в полиции дали показания против Павла. Но на суде они их изменили. Тут тоже интрига. Я понял. Так. Вот. В итоге, значит, Павел доказал в суде, почему он вышел невиновным. Потому что Павел доказал в суде, что там уже основная претензия, что он не из своего избирательного фонда купил чай и булочки. Пусть со своей столовой, но не из избирательного фонда. Оказалось, что это просто, ну как он рассказал, это просто помог ему предприниматель, совершенно незнакомый, пришедший непонятно зачем, в этот же день, в этот же час, вот в это место, со своими булочками и чаем. Вот. И как бы суд поверил Павлу. Хотя Единоросси... Уже Паша хороший человек. Хороший, молодец. А Единороссы потом нашли факт, что этот человек вместе с ним в бизнесе, в доле и в бизнесе, в микрофинансовой организации. Вот. Читайте «Вятский наблюдатель». Еще попал. Свежий номер. Спасибо. Это особое мнение Юлии Шевцовой, главного редактора «Вятского наблюдателя». Через две минуты мы снова сходим. Продолжается программа «Особое мнение». Напоминаю, что вы слушаете особое мнение Юлии Шевцовой, главного редактора газеты «Вятский наблюдатель». Ну вот, кстати, в перерыве, Юль, ты говорила, что Павел Тодорофеев, тем не менее, очень уверенно шел на этих выборов и до конца практически лидировал. Да, вчера. Еще вчера по подсчету голосов Тодорофеев лидировал в своем округе, сейчас в каком, в 27-м округе и обходил Егоркина из «Единой России». Но вот, к сожалению, сегодня на утро уже так четко сформировалось... Или к чьей-то радости. Да, 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 да. Что Тодорофеев не проходит, и Павел уже попросил о пересчете голосов. Ага, то есть как-то очень быстро переломилась ситуация, и поэтому у Павла возникли... Ну, там же как идет, примерно до 6 часов идет общий поток избирателей, а потом после 6 подвозятся те бюллетени, которые были на выездном голосовании. И там может быть как бы большая урна бюллетени. Вот я могу сказать, нам слушательница позвонила, редактор пишет, просит нас перестать смеяться, потому что обсуждаем мы с тобой серьезные темы. С грустным лицом, вероятно, нужно все это делать. У меня было грустное лицо в прошлой программе, в конце особенности, честно говоря. Хочется радоваться жизни. Свет, у нас есть о чем о грустном поговорить. Давай поговорим о том, о чем мы с тобой еще не говорили, поскольку давненько не встречались. Это новое назначение и снятие Игоря Владимировича Василина. И так, как говорят в своих решениях, Игорь Васильевич был довольно жесток. И увольнялись зампреды, ну так, тоже без улыбки на лице, так скажем. Вот такая жесткая рука нам нужна, как ты думаешь? Равносильно ли это сильные руки? Да. Тут как бы сложно. Я знаю, ты приверженец людей решительных, сильных и понятных. Ну, скажем так... А насколько он понятен, кстати? Игорь Васильевич, ты помнишь, как он приезжал? Да непонятный, абсолютно не понятен. Он приезжал совершенно, и ощущения были совершенно иные. Нет, у меня, честно, никогда, ну, в первые минуты не было загадочных ощущений, потому что, ну, скажем так, я очень часто езжу в командировки в Москву, и очень часто вот с этими людьми, там, Владимир Владимирович, на наших унефовских медиафорумах выступает, и люди, которые его окружают, и вот походка, взгляд и поведение. Очень похоже. Да. И об этих людях никогда нельзя сказать простой человек, непростой человек, это не те определения, они для них никогда не подойдут. Я думаю, что после вот такой скандальной отставки Никиты Юрьевича, действительно, когда Василия назначали, здесь приезжал Бабич, и он сказал процентовку, причем, как бы, прессу уже попросили на выход, а я, как всегда, чуть-чуть сейчас задержалась. Прическу поправляла. Да-да-да. Опять смеемся, нельзя-минься. Собственно, Бабич тогда озвучил, что согласно социалистическим, ой, господи, социалистическим, это я сейчас книгу КЧУ спешу к им. Чапецкому управлению строительства, 70-летие, поэтому слово социалистическое у вас тоже где-то вот... Прорекламирую книгу, хорошо. Согласно исследованиям социологическим. На 30% упало доверие к власти в регионе после посадки Никиты Белых. И вот в последние дни тут шел очень скандальный такой ролик, как его назвать, передача, передача БМТВ о связи Никиты Белых и Марии Гайдар. Ну да, ничего нового, просто все то же самое в нужное время. Мы об этом не писали же особо, мы не часто распространяемся на какие-то личные темы местных глав, поэтому мы, ну, скажем так... Зато федеральные каналы, они в общем отрывались, правда же. Да, 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 да. И, собственно, реакция какая у людей? Причем это сделали накануне выборов. У меня в редакцию приходят сотрудницы и говорят, ты знаешь, моя мама посмотрела, говорит, плюнула в сторону и сказала, тьфу, какая гадость, не пойду вообще на выбор, никому не доверяю. Вот действительно с посадкой Никиты Белых очень упало доверия к власти и восстанавливать его будет достаточно тяжело. Именно поэтому я считаю и такие отставки, именно поэтому настолько кардинальные решения, именно поэтому здесь придет новая команда, которая, ну, скажем так, у нас такая была местечковая немножко, такая своя, авиатская, такая, хоть и варяги. Какая же вятская, сколько было приезжих. Свет варяги варягами. Ну, насколько они здесь стали вятскими? Ну, я вот, для меня прям щелчков, ну, неотделим от вятской земли. Ну, подожди, вот я тебе как раз такой вопрос и хотела задать, да, называя пресса, команду Никиты Белых всегда называла-то. Этот варяг, тот варяг. Первые годы. Ну, в общем, довольно долго. И сейчас, кстати говоря, в последнее время тоже упоминалось, что ну что же он варяг. Ну, он пытался собрать. Они хотели стать своими. Их обвиняют теперь в том, что они и варяги еще пытались стать своими, гары такие, да, а в итоге, вот, посмотри, что. Сейчас же, когда Игорь Владимирович привез уже сколько человек, три человека сюда, да, в правительство, ни в одной заметке, ни в одной... А кто третий? В СМИ, сейчас я посмотрю, ни в одном СМИ не было вот этого определения варяг. Вот как-то почему? Ну, скажем, мы-то написали, но не в заголовке. Ну, потому что, наверное, все-таки вяшка ждет каких-то крупных, каких-то интересных личностей. Если там человек приехал, который раньше работал у Мантурова, ну, это о чем-то говорит. Если приехал человек, который строил объекты в Сочи, это тоже уже обсуждается, это тоже уже... Это крупная личность, это человек, который работал с крупными финансами, так же, как и сам Васильев из Росрегистра. Поэтому, ну, вятка не видела. Я вот, ты говоришь про третьего человека, я тоже не знаю его по фамилии и имени, но есть, уже табличка, говорят даже на предмете, помощник в Рио. В общем, там сейчас все в правительстве, туманно. Хоть мы сидим прямо напротив них. Прямо напротив, да. И хоть я там вчера везде... Ходила, ходила. Ходила, да. Но настолько там все туманно сейчас. Вообще там просто вот эти отставки сыпятся просто как вот семечки на пол. Бедные эти замы, зампреды. И сложно понять на самом деле. У нас появилась уже информация от своих источников о том, что будут сняты все зампреды, которые были назначены при Никите Юрьевиче. Причем под вопросом остаются там и кандидатуры Галицких. Заявление уже написано. У Галицких тоже. Я не знаю, достоверно ли это. Почему? Потому что это нам сливают. Наши источники. Наши источники сообщают. И наши и ваши источники сообщают. И наши и ваши нам сообщают, да. Но в пресс-службе правительства пока информацию не подтверждают. То есть 100% неизвестно, уйдет ли вся команда, останется ли какими-то частями, кто там будет сейчас возглавлять департамент внутренней и внешней информационной политики, потому что и о Борисе уже говорят о том, что он уйдет. Честно говоря, задержался. Борис Веснин. Собственно, он только благодаря выборам. Ну и на фотографиях, кстати говоря, где голосуют в Рио, Борис Веснин рядом с ним стоит. Ну он отвечал за выборы. Это же очевидно. И обеспечил, кстати говоря. Да. Хороший выход. Да, спокойный, легитимный. Так и властик победил. Поэтому должны же его как-то и пожалеть, наверное, за это. Да. А то ведь Никита Юрьевич не в самом лучшем положении, а Борис – это первое лицо после Никиты Юрьевича здесь был в регионе и знал все-все-все-все дела губернатора к этому. Ну я совершенно не знаю на самом деле о судьбе Бориса Геннадьевича, что будет, как будет и где будет. Все-таки это человек тоже приезжий. Знаешь, когда речь идет о приезжих, то они могут перемещаться. А вот когда речь идет о своих, которые тут все время с нами, например, об Александре Александровича Галицкой, то вот как-то даже... Свет, я тебе расскажу один маленький секрет. Я, ну как сказать, дружу с Нижним Новгородом, с полпредством, и меня иногда спрашивают о каких-то вещах, каких-то важных происходящих в регионе. Я так свое мнение рассказываю. И вот меня спрашивают, как вы думаете, кто из местных зампредов может остаться? Вот Галицких и Ковалева здесь просто, ну, какие-то столпы. Я считаю, что они однозначно на своем месте. И если Михеев, хотя он тоже пришел во время Белых, но это человек-промышленник, человек, который сам стоял у станка, да, поэтому есть такие личности, которых, конечно, действительно жаль. Там в Фейсбуке, когда я выкладываю, что у нас все правительство может уйти в остатку, люди пишут, эг, у вас там пошло по спирали вниз, а кто-то пишет комментарий, нет, наоборот, вверх. То есть воспринимается это, ну, и как надобность, то есть необходимость сейчас для региона, потому что, ну, судя по тому, что Никиту Юрьевича взяли за коррупцию, все-таки, с которой он там боролся, судя по тому, что там Корнаухов рассказывал в этом же эфире НТВ, да, то здесь было... А господин Корнаухов много чего рассказывает с самого начала, с самого отъезда своего из Кировской области. Да, 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 который изначально был помощником губернатора по безопасности и по борьбе с коррупцией, который отсюда уехал практически в первые же годы, когда началась вот эта тема с Навальным, поэтому здесь, конечно, было много вот этих неприятных историй и Навальный, и Ларицкий, поэтому, да, смена команды, она необходима, я считаю. Так же, как и новый губернатор. Ну, очевидно, это и происходит сейчас уже совершенно точно. Другое дело, я не знаю, удовольствие сталкивалось ли это лично, и знаешь ли, может быть, так же, какой будет политика нового губернатора в отношении как раз открытости правительства. Потому что, несмотря на то, что из определенного ведомства человек пришел, но Владимир Владимирович Путин, например, не закрыт вовсе. И точно так же, как и его пресс-секретарь, комментарии каждый день сыплются, и без отказа на Песков всегда, на любой из вам прессы, здесь пока вообще ничего не поможет, что будет происходить. Ну, тут, знаешь, пошла первая волна федеральная, и он сразу открылся, потому что таких губернаторов, которых назначили из структуры Владимира Владимировича, и вот как раз вот из этих органов, да, чекистов, как их еще называют, их по стране было несколько. И я как сотрудника Тартас еще успела увидеть, что их всех постепенно вызвали, вызвали, опросили. Пресса федеральная, то есть он сразу же уехал в Тартас, он дал там большую развернутую пресс-конференцию, он пообщался и с корреспондентом от Тартас уже за закрытыми дверьми, вот, пообщался, ну, на мой взгляд, была такая открытая беседа. Ну, тут, понимаешь, по открытости судить очень сложно, потому что сейчас все равно идет такой организационный этап работы, у нас Никита Юрьевич был максимально открыт для прессы, но в итоге, вот как это сказалось, то есть, может быть, мы надеемся, что Игорь Васильев откроется для прессы, да, еще, и мы тоже возьмем у него какие-то интересные интервью, и напишем, кстати, бизнес-новости одни из первых к нему сходили. Я бы сказала, что не они к нему сходили, а он выбрал газету, насколько мне известно, надо было напечатать интервью, он это сделал в бизнес-новостях. Вот мы теперь ждем, что он придет в наши СМИ и расскажет, да, мы, естественно, сами тоже пойдем, но дожидались все выборов. В частности, очень будет интересно, не знаю, насколько тебе интересно, особенно в нынешней ситуации, станет ли новый глава региона вмешиваться в дела города. Мы знаем прекрасно, что Никита Юрьевич не вмешивался вообще в дела города Кирова, не разбирался ни в каких там жалобах, да, скандалов. Вы выбрали этого мэра, вы теперь... Вот, что будет делать в Рио, это очень интересно. Да, интрига. Интрига, да. Юлия Шевцова, главный редактор газеты «Вятский наблюдатель» у нас в гостях. Читайте свежий номер газеты, мы сегодня вам рассказали, что вы чуть-чуть приоткрыли тайну завесы. Я, Светлана Занько, прощаюсь с вами. До свидания. До свидания.